Мам, что интересно? Почему худоины решили? Фьорга, Сен-Иланд? Ммм... Чё нужно потом? Чё там дорого-то заранее, да? Ну, один раз в жизни съедите. В Норвегию? Я бы в Нидерланды. Нидерланды тоже... Понятно. Не, ну тут другой формат, потому что у нас в мае... Мы в мае, типа, всегда на майские праздники идём какой-то поход. Ммм... Ну что? Ну, что? В Норвегии, в Норвегии, да? А, в Норвегии, да? Ну, берём тачки, да, там без тачки вообще никак. Ну, что, там приезжаешь, ходишь. Продолжается второй тур наших соревнований. Сейчас матч Метлайфа и команды Сбербанк Технологии. Эти и другие сегодня на поле выходили. У Сбербанка ничья с Нордеа. Супербоевая со счётом 2-2. Притом, 2-0 вели они по ходу встречи, но... В концовке игры два мяча в свои ворота пропустили. У Метлайфа поражение 0-3 от HSBC. Там была более однозначная игра. Метлайф практически не удалось с момента создать. Контратака Сбера. Сбербанк по количеству очков сравнялся с HSBC. И 7 баллов у них. Но обогнать может Русал. Ну и Кумс ещё пока ни одного матча не провёл. Так что все эти лидерства пока лишь временные. Я только сейчас. И Сбербанку сегодня предстоит сложнейший матч против HSBC. Будут встречаться два лидера. Так что у Сбера задача не только победу одержать, но и ещё определённое количество сил сэкономить. Простствием глубől. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Медлайфовый матч, атаки даются заметно лучше, чем в первой игре сегодняшнего дня. Долго запрягают они, конечно, в первом тайме первого матча просто разминались, во втором, попробовали поиграть во втором тайме, но сейчас уже смотрится как полноценная команда. Сильновато передача вышла. Медлайфовый матч. Медлайфовый матч. Все пасы в этом матче только вперед, ни шагу назад. Никакой позиционной борьбы. Медлайфовый матч. Просто открыться, мяч принять и дальше его бросать чужим воротам. Главой Сбербанк технологии подает. Ордев, астраловная скидка. Медлайфовый матч. iverant. Не вручность. Медлайфовый матч. Веран, это мистер бодряк по сравнению с ним. Шкейль отлично, ввел мяч из аута, дарил момент товарищу по команде и Сбербанк, страхование впереди, 1-0 теперь. Еще один момент у Сбера. Ненадолго хватило за палу у Метлаев, подсели они сейчас. И снова передача только вперед корни вбьет и издали. Нормально. А кто это жаловал? Да, я помню, мне кто-то говорил. Там была история, что это ошибались на точке и тех, что не хотели оборонить. А, да? Ну это, конечно, это тупники. Ладно там, не доставить такой удар в двор или удар, а это… Метлаев, очередная проблема с выходом из обороны в атаку. Считалась передача, не сложно было ее перехватить. И слева освободен игрок. И слева освободили. У меня в судье попался на манеже на спорт. И это не просто пиздец. Там бывает там вообще… там какой-то у меня. Каждый тайм обновляем полок. Он подъехал в полок на тайм. Да, я говорю, что это… Сань, тогда тоже… Ммм… 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 Ну, игроки на него это… На своем, на своем играй! Взять пока в поле и сидя! Миша говорит, я вообще хуже не знаю… Нет, первый раз. Угу. 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 Снова «Шкель» дирижирует атакой… Понял, вообще ничего не говорил. Я говорил, что это холм, холм, кто забил, что там, вообще ничего не делал, минуту не говорил, когда забили. Вот. Просто по планету, на манере. Кто у нас хозяева, мы или РТР? Не, разыгрываем. Ну, или можете одеть, не уповать на судьбу. Ой, РТР. Кстати, их тренеры там. Правильно. Скучнела игра в последние минуты полторы-две. Ну, очень своевременно подобрались мы к перерыву между таймами. Команда становится силой и, возможно, игра станет поинтереснее. Пока же перерыв. Второй тайм встречи Метлайфа со Сбербанком. Сбербанк Страхование ведет 1-0. Попал все-таки мяч в потолок, несколько барьеров преодолел, но в итоге влетел в преграду. Топ-аут нужно вводить теперь. В первом тайме Сбербанк Страхование смотрелся намного интереснее Метлайфа. У Порнева сейчас удар получился. Ну, он, пожалуй, единственный, кто хоть какие-то опасные ситуации создает для ворот соперника. Метлайфа сегодня еще встречаться с серьезным соперником команды «Русал». Так что очки желательно набирать сейчас. Иначе рискуют сегодняшний день пройти вообще без набранных баллов. «Русал» Ну, это не был пас вратарю. Там, скорее, защитник пытался просто мяч вынести. И в последний момент ногу остановил, когда увидел, что вратарь его в руки забирает. «Русал» Никакова не было в районе 6-метровой. А передача по-своему замыслу была неплохой. Рушение правил по фалам, теперь счет 1-1. Установлена стенка, 3 человека в ней записался, туда же игрок Сбербанка. Защитник нравится. В 17-м векле играем, но вообще ебанул. Кем бы ты ни шел на подъем, он все равно будет вынят. Прикольно играть. Собираемся частенько, как разгоняем. Там, правда, всякая команда у нас есть, дрочилы там спустя. Главой Медлайфа. И снова Корниев опасно бьет. Говорю, Миш, ты хотя бы ляжь по сути. Они еще в несколько, и, по-моему, часть игроков подойдет. Они вон вчера должны были на ящике пиво играть. Все опаснее становятся атаки у Медлайф. Нарушение правил в нападении, и по количеству нарушений Медлайф выходит в лидеры. На самом деле я думал, что они золотой вот этот мяч, когда без проигрышей. Когда нет проигрышей, там специально какой-то кубок включается. Четыре минуты остается до свистка. Скамейка Медлайфа торопит товарищи по команде. Чет скользкий. Забить всего лишь раз, и будет уже ничья. Забить вторая победа. Все реально. Удар Сбербанка. Я, кстати, не знаю, что у них там по молодым ребятам. Не из молодых, только Санэм. Классный чувак, но он уже крутой. Большого успеха. Саша стал поменять. Снимет. Ну, это да. Снова очень правильное по задумке исполнение углового Ацбера. Они проводят только второй тур в наших соревнованиях. Но остальные команды, понятно, тоже. Вот Медлайф уже выступает где-то третий, четвертый, наверное, сезон. Мы успели сыграться. Я думаю, что у Сбербанка впереди много успехов, когда такая же сыгранность и опыт появятся. Ну, у них же там гетто, все дела. Негры. Мусульмане одни будут играть во всех этих европейских игронах. Ну, они сами запустили, видишь? Лунин. Придется бить отсюда. Тол sama на ночь. Первый, девушка. Постой哪ой. Придется? Цит. Малятцы. Падали! Стали. Падали. 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 Д congr 허� unas. Штиля снова оставили одного, поторопился он с ударом. Можно было делать ложное движение, под себя мяч убирать. Тогда бы защитник просто мимо проскочил. Сибербанк не очень неуверенно проводит концовку, это подвело команду в встречи против Нордеа. И как бы сейчас не было повторения этой истории. Рисковатый был пас. Тайм-аут собирается брать Медлайф, но сначала должна быть установка в игре. Такая, чтобы потом мяч вводил именно Медлайф. Вот теперь можно брать тайм-аут и Медлайф его берет за 34 секунды до конца. Что ты ебал, это? Макс, иди сюда! Ну а что, это? Сейчас можно им всем желто показать. Ну что? А, ты что, не напалишь? Да. Гриши сегодня лаянка. Всем пожелать! Всем, вообще, всем! Нет, пять человек с тестом, пять человек с тестом. Вернулись с команды после тайм-аута в игру. Медлайф решил подключить вратаря, голкипер ошибается. А что, второй, понимаешь? Да, третий. Что, это второй главы? Тринадцать секунд. И могут они стать несчастливыми для одной из команд. Мяч потерян. Но Сбербанк здесь прощает Медлайф. Ну и ответная любезность от Медлайфа. Да, все. Финальный свисток 1-0. Как и пойдет. Это было круто. Происходясь,üs 뒤цом. Субтитры сделал DimaTorzok